Во всех православных монастырях существует благочестивая традиция. Прежде чем куда-либо зайти, нужно постучаться и прочесть следующие слова. Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе Божий нас, помилуй нас. И мне должны ответить аминь. Если не ответили, входить нельзя. Никто не промолчал в этот день в мужском Ставропегиальном монастыре преподобного Паисия Величковского. В Морозовке, Близ Севастополя, подвязается совсем немного монахов. Мы самые маленькие, нам только 8 лет. Мы отметили свое восьмилетие. У нас уже есть свои небольшие традиции. Традиция, которая уже 4 года у нас. Весь рождественский пост. Мы собираем пожертвования. И закупаем все необходимое для людей, которые находятся на лечении в психиатрической больнице. Особенно тем людям, к которым никто никогда не ходит. У которых нет родственников. Рождественское настроение здесь чувствуется во всем. Вертеп, яркие елочные игрушки, даже окна храма в праздничном убранстве. Паломники приезжают в обитель довольно часто. И неважно, зима стоит или лето. У нас есть традиция архандарик, дом паломника, куда обязательно людей приводят для того, чтобы они подкрепили свои физические силы. Кофе, чай, какие-то небольшие угощения. Чтобы и в общении, не только духовном, но и в общении таком непосредственном, люди могли пообщаться, задать вопросы свои и получить на них ответы. Нам тоже не терпелось задать еще несколько вопросов и не только отцу-наместнику. Например, чем занимается иеродиакон Дмитрий. Его мы застали непосредственно на послушании. Резница – это такое помещение, место. Можно назвать одним словом «святая святых». Почему? Конечно, не в прямом смысле, а в переносном. Здесь находится церковная утварь, облачение священников, богослужебные сосуды. Рождественские облачения уже подготовлены к праздничным богослужениям. Белый цвет богослужебный – это не только символ чистоты, но и символ той непорочности, того света вифлеемской звезды, наверное, можно и так сказать, так как смысл белого света – это многогранный. Одежда священника и монаха – не просто набор изысканно вышитых предметов и деталей. Все исключительно и глубоко символично. Это называется филонь. Ее называют сама филонь – это риза. Мы можем также назвать ризой. Это в то, что был облачен Христос. Каждая деталь богослужения, вообще священнического облачения, имеет глубокий богословский смысл. Это епитрахиль. То есть, тоже мы можем, ту же епитрахиль, в принципе, мы можем видеть на диаконе только в качестве ораря. У диакона это символ крыльев. И если мы, наверное, обратим внимание за богослужением, диакон воздевает руку с орарем. То есть, это призыв, это воззвание. Также следует обратить, наверное, внимание на поручья. Поручья – это символизм того, что рукою священника управляет сам Господь, дает ему силы на служение. Пояс. Пояс – это сила. Та сила, как припоясан силою. И палец. Палец – это меч духовный, меч молитвы и слова. Мы отправляемся на стройку. В монастыре возводят еще один храм. Это будет Величественный Собор Воскресения Христова. Здесь мы застаем почти всю братью вместе с наместником. Они пишут на еще не оштукатуренных стенах имена людей, пожертвовавших средства на строительство собора. Мы не смогли остаться в стороне в эти рождественские дни. И наши имена с памяткой о здравии появляются на одной из стен. И наша жизнь христианская, чаще всего, современная, заканчивается только богослужением. А что дальше – уже личное дело каждого. Архимандрит Гавриил рассказывает нам о святынях монастыря. Оказывается, их здесь более тысячи. И многие паломники, узнав об этом, непременно стараются сюда приехать еще и еще раз. Первые святыни, которые появились у нас в монастыре, это были подарки блаженнейшего митрополита Владимира, который приехал в обитель в 2011 году на освящение храма. Он осветил престол тогда. И с собой привез часть мощей святителя Луки Крымского. Нам был передан амафор святителя Луки, который был и при его жизни. Он его использовал при богослужениях. И еще несколько святынь. Часть Животворящего Креста и часть Покрова Пресвятой Богородицы. Остальные святыни уже были привезены мной уже из разных стран. Из Греции, из Италии. Переданы нам в дар моим хорошим другом, собратом, епископом Арцизским Виктором, викарием Одесской епархии, настоятелем Ильинского монастыря в Одессе. И так вот как-то Господь дает нам многие святыни. Иеромонах Венедикт несет в обители сразу три послушания. Он регент, руководит монастырским хором, выполняет обязанности пресс-секретаря, и еще он пекарь. Раз в неделю. Сегодня как раз его смена. Сейчас он вымешивает тесто, предназначенное для богослужебных просфор. Вот тесто у нас уже практически готово. Раскатываем. Тесто любит доброту. Бывает ты приходишь с плохим настроением, но все же мы все люди подвластны всяким катаклизмам. Приходишь с плохим настроением, и тесто тебя слышит и чувствует, и тесто не очень хорошее. А приходишь с молитвой, с каким-то... Так, берем резак. И вот так. Раз, два, три, четыре. Секрет тут на 3-е, или это обычное тесто? Шесть. Конечно, какой секрет? Конечно, есть. Самый большой секрет – это святая вода. Соль и молитва. Мука, естественно. Вот и весь секрет. Еще с любовью, если ты приходишь... Самый главный секрет – надо любить свое дело, свое послушание. Так. Сейчас их выравниваем, чтобы они были по размеру красивые. Вот так. Чтобы приклеились, сбрызгиваем водичкой. И... Вот так. Пресвятая Богородица, помогай нам. Большие праздники нужно выпечь около 300 просфор. А нам же не терпится отправиться поскорее в храм и часовник, где покоятся святыни. В церкви – список чудотворной иконы Божьей Матери-Скропослушницы, привезенные со святой горы Афон. Можете видеть большое количество подарков, оставленных в благодарность. Благодарность верующими людьми за получение просимого. За каждым украшением своя история, конечно же, история каждого конкретного человека. Перед этим чудотворным образом в нашем монастыре еженедельно по вторникам в 16.45 служится Акафист. И еще одна святыня – образ и частичка мощей очень почитаемого ныне греческого святого. Частица мощей святителя Нехта-Рягинского очень такой сегодня почитаемый святой, известный своим даром в исцелении онкоболящих людей, людей, которые страдают недугами, онкологические болезни, ну не только, конечно, онкологических, ну в основном, и также каждый четверг в нашем монастыре перед мощами святителя Нехтария Эгинского также в 16.45 совершается Акафист. И также ежедневно на Малом Повечере в нашем монастыре читается Араклис, молебный канон Пресвятой Богородицы. У нас есть книга, которую мы ведем, чудеса, которую Господь посылает по молитвам Пресвятой Богородицы и наших небесных покровителей, святителя Нехтария Эгинского особенно. Есть медицинские подтверждения, мы стараемся, чтобы это не были просто рассказы голословные, а чтобы были и медицинские подтверждения, что люди получили исцеление, если молились, когда у святителя Нехтария, у его мощей, то исцелились от рака. Есть исцеление от бесплодия, когда молятся у нашей чудотворной иконы скоропослушницы и тому подтверждение те украшения, которые находятся сегодня на иконе Богородицы и за мощами святителя Нехтария. Удивительная деталь, характеризующая двух святых, двух современников, святителя Нехтария Эгинского и святителя Луки Крымского. У святых есть одна такая ниточка связующая – это вот любовь. И вот как раз любовь святителя Луки и любовь святителя Нехтария к ближним, вот она их связывает почти к родственным узам. Это путеводные звезды, на которых надо равняться в любви и в жертвенности к ближним. Размышляя о двух святых, греческом и русском, никогда не встречавшихся друг с другом, но связанных неразрывно православной верой, любовью и милосердием к ближним, скорой помощью всем к ним приходящих при жизни и прибегающих после их кончины, мы поинтересовались, а какими же добрыми делами занимаются братья день за днем. Кроме молитвы, конечно. Значит, наши братья занимаются сбором лекарственных трав летом и осенью для того, чтобы составлять, собирать сборы наших монастырских чаев, коих у нас в продаже, 29 видов. Можете видеть, наши травники собирают эти травы, комплектуют чай. Также наши братья занимаются вареньем, мы варим сами варенье монастырское, варенье из можжевельника, лаванды, имбиря, барбариса, лимонника, сосновой шишки, шиповника. Монастырская соль у нас имеется в продаже, также с молитвой она делает наши братья, морская соль с примесями различных приправ и крымских трав. Наши также травники занимаются приготовлением настоек, коих у нас около 20 видов различных. Очень многие уже завоевали свою популярность, такие как настойка Петрова креста, черного ореха и многие-многие другие. Также мы делаем свое монастырское мыло, монастырские мази, все продукты, вся продукция монастыря, экологически чистая, натуральная. Также братья нашего монастыря готовят монастырский бальзам, эксклюзивный продукт нашего монастыря, которым мы очень гордимся. Бальзам на натуральном красном вине, в состав которого входит огромное количество лечебных трав. И также оливковое масло, настойное на большом количестве трав горного Крыма. Аромат в лавке необыкновенный, терпкий, пряный, чуть горьковатый, с цветочными нотками, медовым шлейфом и травяным эхом. Вдыхая морозный воздух вместе с запахом сушеных трав, мы сожалели, что паломничество в монастырь завершилось. Наша съемочная группа, собираясь в путь, вместе с легкой грустью, вдруг остро почувствовала, то, о чем говорил нам сегодня отец Гавриил. Миру нужно глобальное потепление сердец, для того, чтобы это тепло, эту радость можно было дарить другим. Особенно ее не хватает, как это ни парадоксально, и верующим людям тоже. Субтитры создавал DimaTorzok